Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, мы снова в гостях у Лакшери Хаус и Елены и Ларисы. И тема сегодняшнего видео – городской стиль летом. Я покажу вам вещи, которые Лариса и Елена любезно предоставили мне для примерки, и мы посмотрим на очень удобные, комфортные городские образы для лета и, самое главное, для жары. Ссылку на инстаграм Елены и Ларисы я оставлю закрепленной в первом комментарии. И по промокоду Яна вы сможете получить 20% скидки на любую вещь из текущей коллекции. Могу сказать, что это золотое предложение, потому что на те марки, которые будут представлены в этом видео, это Фабиано Филиппе Пезерико, даже в сезон распродаж максимальная скидка – это 30% и за редким исключением 40%. Ну что ж, первый образ – это платье-рубашка. В прошлой подборке мы с вами видели точно такое же платье в другом цвете, оно было шелковым, точнее из вискозы, которая очень напоминала шелк. Такие же накладные карманы, также можно его носить в сочетании с брюками либо с джинсами. Подойдут, конечно же, брюки в комплект, но также белый деним, белые льняные брюки либо хлопковые подойдут сюда. Любой деним любого цвета, и я очень люблю подобные платья-рубашки. Посмотрите, если не надевать пояс, это платье выглядит очень расслабленно по-летнему, практически пляжный вариант, либо вариант уместный для отдыха на море. В застегнутом виде и с поясом оно выглядит по-городскому, ну и вот таким образом можно отправиться куда угодно, на встречу с подругами. Можно, конечно же, комфортно путешествовать, когда требуется закрытое тело, как я люблю говорить, в особенности это актуально при посещении Италии. В некоторые музеи невозможно попасть с открытой руками и сильно обнаженными ногами, а подобный льняной комплект действительно позволяет путешествовать в комфорте, плюс всегда можно снять верхний слой и остаться, допустим, в футболке. Кстати, это тоже очень важно. В Италии, по крайней мере, до энергетического кризиса очень сильно охлаждали воздух кондиционеры внутри помещений, и действительно, заходя в то или иное помещение, где кондиционер работал, хотелось накинуть еще один слой, например, рубашки, либо просто палантина. Следующий комплект – это те же самые брюки и вот такая красивая блуза. У блузы очень красиво выполнена спинка, но я не мастер демонстрировать спинку изделия, потому что я не знаю, как я выгляжу. Очень часто я сутулюсь, и все можно было бы отрегулировать, если бы ты понимал, как ты выглядишь со спины. Я совершенно себе не представляю, как я выгляжу со спины, поэтому просто скажу вам на словах, что на спине очень красивый вырез. Следующее платье точно такое же, но в кирпичном цвете, как первое платье в синем цвете и как розовое платье из предыдущей подборки. Тоже его можно носить в городском варианте с украшениями, с поясом, с другой обувью. В данном случае у меня обувь на каблуке. Следующая марка, это марка Peserico. В этом сезоне лично меня эта марка удивила именно своими платьями. Действительно тот случай, когда на вешалке вещь выглядит, ну, достаточно обыденно, ничего особенного и раскрывается в примерке. Очень красивый цвет и очень простой, но при этом красивый крой. Эта вещь смотрится очень красиво в движении, эта вещь гораздо лучше смотрится в примерке на человеке, чем на вешалке. Возможно, вас удивляет мое подобное замечание, но я часто наблюдаю ситуацию наоборот, когда вещь на вешалке смотрится очень выигрышно и красиво, а в примерке ведет себя неожиданно плохо. Другое платье понравилось мне из всех примеренных платьев, наверное, больше всего. Мне очень идет так называемый греческий стиль, это, опять же, практически закрытое декольте, как правило, американская пройма, если речь идет о платье без рукавов. Итальянский стиль невозможен без шарфа. Шарф может быть теплым и более привычен нам именно такой вариант, но шарф может быть в виде вот такой полупрозрачной шали, выполненный из органзы, из тончайшего кашемира. И посмотрите, как это красиво смотрится, если набросить на плечи. Я знаю, очень многие боятся такого варианта прикрытия плеч, но он очень актуален в Италии. В Италии действительно уже в августе бывает большая разница между ночной и дневной температурой. Если вечером ты выходишь, допустим, на ужин еще достаточно тепло, то когда солнце садится и опускается на город темнота, нужен палантин. И вот подобный палантин летний, он незаменим именно в условиях итальянского отдыха итальянского города. Следующее платье, я знаю, очень многих удивит, его длина многих удивит, но это очень итальянский вариант. Итальянки очень любят такие платья. Признаться, эти платья мною до конца не поняты. Такие платья именно в такой длине очень любят выпускать марка, как Fabiano Filippo, Pizzarico, ряд других итальянских марок, ну и, конечно же, Max Mara. Следующее платье в очень красивом синим необычном цвете, необычный крой, бант можно завязать сзади, можно пояс завязать также спереди, либо сбоку. Дополняют Елена и Лариса декольте этого платья вот таким красивым украшением от Fabiano Filippo. Fabiano Filippo отличается своими необычными украшениями. Бижутерия у Fabiano Filippo очень красивая, очень женственная и необычная. Удлиненные колье мои любимые именно у этой марки. Платье имеет карманы, что я очень люблю. Очень красивый крой и комфортная ткань. Это стопроцентный хлопок. Следующее белое платье мне очень понравилось в сочетании с кроссовками. Я не очень люблю кеды, не очень люблю кроссовки. Кстати, в данном случае это именно кеды от Fabiano Filippo. Но вот такой вариант летний легкий городской мне также очень понравился. Кстати, по поводу городского летнего стиля. Очень часто даже для городского стиля расслабленного, то есть это не дресс-кодовый вариант недопустимо. Слишком открытая обувь, если само по себе платье выполнено, как в данном случае, с тонкой тканью. Эта ткань не полупрозрачная, но она действительно очень тонкая. Это видно, это ощущается. Так вот, слишком открытая обувь, например, любимые и модные многими в этом сезоне мюли и различные варианты шлепок именно в сочетании с таким платьем свободного кроя, полупрозрачная либо очень легкая ткань, дадут ощущение слишком сильной обнаженности и неуместности в городе, в мегаполисе, если мы не говорим о прибрежном городе. И тогда лучше использовать закрытую обувь, в том числе и кеды. Открытая обувь, в особенности, если открыты пальцы ног, подойдет для более сложных платьев. Например, платьев изо льна, но на подкладке, либо сам по себе ли он должен быть достаточно плотным. Здесь, на самом деле, очень тонкая игра, все нужно примерять и смотреть. Но помните, что если у вас ощущение обнаженности, когда вы примеряете тот или иной наряд для выхода в город складывается, вы это ощущение получаете. Когда смотрите на себя в зеркало, то, возможно, вам стоит поменять обувь на более закрытую, прежде всего закрыть пальцы. Следующее платье имеет исключительно красивую ткань. Оно льняное, имеет характерный блеск, характерный именно для изделий марки Fabiano Philippe. Очень красивый сливовый оттенок, необычный и тоже характерный для этой марки. Признаться, это платье мне в прошлый раз не дали для примерки, потому что оно осталось одно и в большом размере. Но мне это платье понравилось лично на мне, именно в таком размере. Да, если оно было бы мне как раз, оно в талии сидело бы более плотно, была бы более выражена именно зона талии. Но мне нравится, что оно как будто бы скользит. И, возможно, за счет того, что оно на размер больше, мне очень нравится, как смотрится декольте. Прямо-таки своеобразная буква V появляется в зоне плеч. Очень красиво прикрыты руки. Не знаю, это платье мне вот именно в этом размере на мне понравилось, наверное, больше, чем если бы оно было по размеру. Следующий образ очень городской и очень летний. Очень красивый голубой цвет. Этот цвет представлен во многих коллекциях, у многих марок. И посмотрите, льняной трикотаж. Раньше смысл подобного трикотажа мне был непонятен. Но именно здесь, в Италии, когда бывают действительно жаркие дни, а нужно, что называется, максимально закрыть руки. Допустим, ты идешь навстречу. Возможно, просто очень кондиционированный, прохладный воздух в помещении. И много-много таких случаев бывает. Действительно, ты понимаешь суть этого итальянского трикотажа, который очень часто изготовлен из хлопка, но чаще всего все-таки изо льна. И традиционные итальянские марки, такие как Фабиано, Филиппи, в том числе и Позерико, которые представлены у Елены и Ларисы, они, безусловно, предлагают широкий ряд подобного трикотажа. На мне брюки на кулиске, очень комфортные, мягкий хлопок, модные карманы в этом сезоне накладные присутствуют. Ну и после двух платьев, которые мне очень понравились, на третье место для себя, для своей фигуры, опять же для моего стиля, я ставлю примерку с этими джинсами. Сюда подойдет любой трикотаж, это достаточно широкие джинсы прямого кроя, у них есть также модная и актуальная в этом сезоне деталь в виде накладного кармана. Джинсы великолепно сидят, и буквально сегодня я отмечала, что именно такой светлый голубой оттенок денима, наверное, смотрится наиболее актуально в этом сезоне, и на мой личный взгляд является наиболее трендовым. И плюс, именно такой оттенок смотрится очень свежо по-весеннему и по-летнему. Такие джинсы украсят любой гардероб, примеряя его с разным трикотажем и также с кожаной курткой. Куртка перфорирована и действительно является летним вариантом кожаной куртки. Очень красивый городской образ. Последнее время я с удовольствием ношу джинсы. Этот образ мне понравился на все сто процентов. Следующие белые джинсы от марки Peserico. Если память мне не изменяет, я, признаться, забыла спросить, уточнить, а, возможно, уточнила и забыла, потому что моя попа в этих джинсах смотрится просто великолепно. На самом деле есть такие брюки, вот так они скроены, так они садятся, что хочется любоваться и любоваться именно своим отражением в зеркале. Белые брюки или белые джинсы, как в данном случае, можно носить с абсолютно любым верхом. В данном случае мы примеряем разный трикотаж и дополняем его курткой от Fabiano Filippi. Очень необычный крой, очень красивая куртка. Фронтальная планка выполнена из кожи, очень тонкая замша. Красивая, необычная куртка. Кстати, белые джинсы летние, они выполнены из тонкой ткани, при этом в зоне карманов, прежде всего фронтальных, карманы не просвечивают, брюки смотрятся очень красиво. У них высокая посадка и эти брюки очень хорошо садятся, удлиняют ноги и прекрасно смотрятся со спины. К белым летним брюкам, к белым летним джинсам абсолютно все подходит. Любой верх вы сможете носить от самых простых футболок до более сложных топов. Если говорить о более прохладной погоде, абсолютно любой трикотаж, любого цвета будет хорошо смотреться с белыми брюками, с белым низом. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все. Я благодарю Елену и Ларису за предоставленную возможность сделать такое красивое видео. Ссылка на инстаграм магазина будет закреплена в комментарии по промокоду Яна, написанного на любом языке, доступном вам, вы сможете получить 20% скидку на текущую коллекцию. На этом с вами прощаюсь, очень скоро увидимся, это была Яна Скворцова, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok